Всем привет! В начале этого видео я вам хочу показать один прикол. Все вы наверняка видели новый скин о Спрауте, но не все это заметили. Посмотрите внимательно, что это такое у него на поясе. Это же моя аватарка на ютубе жёлтая. Разработчики просто взяли и скоммуниздили мою аватарку. Ну что это такое? Ладно, я шучу. Это просто какое-то совпадение. Вообще на обычном Спрауте голубой значок и мой дизайнер Димон ещё где-то год назад взял и перерисовал этот значок в жёлтый цвет. И так появилась моя аватарка. И сейчас добавляют вот этот вот самый жёлтый значок на новый скин о Спрауте. Ну это вообще какая-то жесть. Очень странное совпадение. Ладно, ну а сегодня я решил сделать четвёртую часть с тайными ников подписчиков. А я опять буду спрашивать у людей с самыми интересными никами, секрет, историю происхождения их ников. Поэтому думаю, что сегодня мы узнаем много всего интересного. Начинаем. Ну а начнём мы с человека, которого вы все знаете. Это Перчик. Он иногда снимается у меня в видео. Я его, кстати, ещё не спрашивал его историю. Не знаю почему. Но сегодня мы это узнаем. Я ещё, кстати, сам не знаю. Реально не читал ещё. Ну, как вы думаете, почему он сделал такой ник Перчик? Может его в детстве заставляли есть перец? Или он сам его любит? Хотя нет, это странно очень. Блин, это очень странно. Я не знаю. Ну в общем, я думаю, что какая-то история связанная с перцем. Ну потому что почему ещё он мог поставить такой ник? Ладно. Давайте сейчас я открою его сообщение и посмотрим. Так. Когда я смотрел Шампанова, в его роликах участвовал человек с ником Бананчик. Мне захотелось сделать что-то похожее. Первое, что пришло в голову, перец. Добавил суффикс и получился перчик. Ага. Так, Бананчик и он хотел сделать что-то похожее. Слушайте, а если мне тоже так попробовать? Ну, например, диванчик. Вот это тоже мне первое, что пришло в голову. Диванчик. Ну, такое себе на самом деле. Блин, я думал у него какая-то там интересная история. Там его в детстве, например, заставляли есть перец или что-то такое. Но нет, ничего такого. Просто первое, что пришло в голову. Хорошо, ладно, давайте тогда дальше. Далее идёт Зентифи. Это мой тиммейт, с которым мы вместе сейчас проходим испытания чемпионата. С Блудом и с вот этим вот Зентифи. На самом деле я с ним не особо так общаюсь. И поэтому я ни разу не спрашивал, почему он сделал такой ник. Ну что ж, сейчас узнаем. Моё предположение, возможно, что-то связанное с Зефиром. Может быть он любит Зефир? Ну, потому что что ещё, я не знаю. Давайте смотреть. Так. Очень давно, когда я только начал играть в Бравл Старс, у меня стоял ник 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я не планировал задерживаться в этой игре, но она меня заинтересовала. Я начал добиваться каких-то результатов в игре, неплохие ранги, высокие общие кубки. И тогда я подумал, почему же мне не сделать хороший ник. Тогда я попросил своих знакомых, с которыми я хорошо общался, просто написать рандомную английскую букву. Они отправили следующие буквы. Ну, вы сами видите. А я собрал эти буквы, и получилось что-то неплохое. Так и получился мой ник Зентифи, с которым я уже хожу полтора года. Вау! Слушайте. Он просто попросил своих знакомых написать рандомные английские буквы, что... А если бы там все написали согласные буквы, то что он бы... Какой ник тогда сделал? Слушайте. Вообще прикольная тема. Попросите своих знакомых написать какие-то рандомные буквы, а потом уже из них составлять ник. Классно. А самое главное, чтобы ваши знакомые этого не знали, и вас не затроллили. А то там все напишут какие-то согласные буквы, и получится прикольно. Ну, вообще да, вообще интересно. Хорошая история, на самом деле. Прикольно он придумал. Надо будет взять на заметку. Далее идет человек с ником ЦМБомжик. А вот тут я вообще не знаю его историю, типа... Я даже не могу предположить. Может быть, он просто по фану сделал такой ник? Ну, либо у него реально там было какое-то несчастное детство. Ну, я, конечно, в этом очень сомневаюсь. Ну, в общем, не будем гадать. Давайте посмотрим. Так. Раньше я любил смотреть видосы по Майнкрафту и всякие анти-грифер-шоу. И там в одном из видео засветился бомжик, который был очень смешным. Мне сильно понравился его ник, и потом меня друг еще попросил добавить приписку ЦМ. И теперь все меня называют бомжом, но я привык к этому. То есть ему просто понравился ник, и он его решил поставить. Да. О смысле ника он, видимо, не думал, да? Понятно. Ну, как я и говорил, он просто по фану такой ник поставил. Блин, ну да, конечно. Даже не знаю. Я бы, наверное, не стал так делать. Все-таки в нике должен быть какой-то смысл. Следующий человек это Алиш Топ. Вот тут я уже могу предположить, что он сделал такой ник в честь имени своего любимого музыканта, так скажем. Алишера. Моргенштерн который. Ну, не знаю. Лично я думаю, что... Ну, блин, мне вот не нравится творчество этого замечательного человека, не знаю. Неужели ему это нравится? Ну, блин. Если так, то я сейчас буду просто в шоке. Давайте смотреть. Сначала мне друзья поставили матерный ник, и мне его поменяли. И я просто добавил часть моего имени и добавил Топ. А-а-а, так. Значит, его просто зовут так. Часть моего имени. А, его самого зовут Алишер. А-а-а, все-все-все-все. Пазл сложился, так скажем. А-а-а, только вот в начале он говорит, что в друзья... Друзья ему поставили матерный ник. Что? Блин, а какой? А почему он не написал полную историю? Какой матерный ник? Мне интересно. Какой можно там матерный ник поставить? Типа, Илка, плохой человек? Ну, там, по-другому. Другими словами. Или что? Ну, блин, прикольно, конечно. Друзья поставили матерный ник. Ну, видимо, у него какие-то прям слишком весёлые друзья, раз так делают. Потому что менять же ник потом второй раз за гемы. Поэтому, блин, я бы не стал так делать никогда. Следующего человека зовут Бустик. А-а-а, вот тут можно предположить, что это просто... Ну, от слова бустер. То есть он назвался не бустером, а бустик. То есть, возможно, он занимается там бустом. Или кого-то раньше забустил. И поэтому делает такой ник. Ну, не знаю. Так. Как-то раз, очень-очень давно, мы придумывали ник для ютуб-канала моего брата. Мы очень долго не могли придумать что-то крутое. И получилось так, что придумали мы ник только через неделю. Ого. И этим ником стал Джаст. Потом мне нужно было придумать что-то похожее. И я придумал ник Буст. Через год я начал играть в Бравл Старс. И хотел что-то добавить к нику. В итоге я сделал свой ник более ласковым. И получилось бустик. То есть они ник Джаст придумывали целую неделю? Серьезно? Так, Джаст, Буст. Понятно. То есть совершенно случайно получилось это слово. Не, ну, кстати, нормальный ник Бустик. Мне нравится. Прикольно. Далее вообще идёт очень прикольный ник ЛП Кирпич. Может быть этот человек коллекционирует кирпичи? Не знаю. Вообще непонятно. Для меня непонятно, зачем делать такой ник. Давайте сейчас это узнаем. Так. Это было примерно 6 лет назад. Гулял однажды на площадке и меня позвали играть в догонялки. В конце меня кто-то назвал кирпичом. И меня это зацепило. Потом я создал канал и вспомнил этот ник. А ЛП, потому что я люблю смотреть Лайна. Поэтому сейчас сижу и рассказываю про это. Наверное, потому что моё имя созвучно. А, вот как. А, кирпичом. Ему понравился ник Кирпич? Серьёзно? Блин, интересно, конечно. Да, странное, конечно, слово Кирпич. Но хорошо, знаете, хотя бы там не унитаз. Кирпич это хотя бы ещё более-менее так звучит. Типа что-то нормальное. Ладно, в общем, всё. Проехали. Нормальный ник, идём дальше. Далее идёт подписчик с вообще каким-то странным ником. PumpGH. Если я не ошибаюсь, Pump с английского переводится как насос. А GH, по всей видимости, какая-то приписка. Типа что? Зачем себе ставить ник насос? Или он не знает, как переводится это слово? Давайте посмотрим. Короче, я был отличником третьего класса. Мне родители купили PlayStation 4. Пришёл к дяде, чтобы мне помог настроить приставку. Надо было придумать ник. Вспомнил рэпера, лил Пампа. Поэтому решил позаимствовать слово Pump. Потом поставил имя, но убрал. А GH я придумал, когда я профукал Ак с тремя легами. Решил типа сделать, типа, новое поколение с двумя буквами GH. Поэтому Pump, GH. Слушайте, ну нормально так, в принципе, креативно. Только как он мог профукать Ак с тремя легами? Я не понимаю, что он кому-то там данные давал? Зачем? Как можно было просто так взять и профукать аккаунт? Ну ладно. В общем, нормальный ник. Давайте дальше. И давайте посмотрим на ещё одну историю человека с ником Якрикун Тот. Ну давайте предположим, почему он сделал такой ник. Может быть, он любит кричать? Или у него типа громкий голос всегда? И его там кто-то называет Крикуном. И поэтому он сделал такой ник. Возможно, поэтому. Смотрим. Моя история ника Крикун, это история из жизни. Мы часто ссоримся с родителями, и я на них кричу. И они ругают меня за это. Я поставил этот ник в другой игре знаками. У меня была идея, было написать Якрикун Тот Ещё. Но не влезло. Я написал в БС, Якрикун Тот. А здесь Крикун. Ничего себе, вот это да. Слушайте, ну блин, кричать на родителей. Не советую, честно говоря. Я не разделяю его мнение. Вот знаете, вот я часто в детстве обижался на родителей. Когда они там ругали меня за плохие оценки. Отбирали телефон там. Запрещали долго играть. Но сейчас я их полностью понимаю. Прошло уже, наверное, года два, как я живу один. И я с ними полностью согласен. Я считаю, что они меня очень хорошо воспитывали. Поэтому я вам не советую ссориться с родителями, в общем. Но сама по себе история очень смешная. Я Крикун Тот Ещё. Блин, прикольно, прикольно, конечно. Ну что ж, это были самые интересные истории ников подписчиков. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. На этом я тогда буду заканчивать. В общем, всё. Я думаю, что как-нибудь сделаю и пятую часть. Но не знаю когда. На этом тогда всё. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Пока.